всем здравствуйте друзья сегодня у нас 2 апреля сегодня я вам расскажу небольшой секрет как можно заработать больше на рассаде как можно заработать в два в три раза больше на рассаде если вы занимаетесь или хотите заняться цветами или овощной рассадой неважно вот у меня бархоточка видите она у меня недавно начала распускаться набирает бутончик кустик формируется очень даже хорошо здесь идут дополнительные бутончики она озеленяется то есть еще ей время до конца апреля в конце апреля мы уже начнем ее потихонечку реализовывать здесь у меня в ящике находится почти 100 стаканов в этом таком хурмовом ящике он у меня идет стандартный хурмовый ящик из-под хурмы сюда залазить 100 почти 100 стаканов почему я это делаю я делаю сажаю рассаду рассаду цветочную в основном в такие маленькие стаканчики только по одной причине потому что цена на цветок не растет уже в течение 10-15 лет она так и остается в одной паре если ей цена 20 рублей к примеру то она и будет стоить 20 даже если я ее посажу вот в такую майонезную банку если я посажу в майонезную банку будет курс конечно пошире получше но он займет в этом ящике 12 вот таких банок мне это совершенно невыгодно если я бархатку посажу в такой вот стаканчик она будет также лучше пышнее пуститься будет но она также будет стоить 20 рублей таких стаканов помещается 25 стаканов в такой вот ящик обратите внимание если я такие посажу значит я ничего не заработаю у меня земли мало и я из-за этого сажаю в такие вот маленькие 200 граммовые стаканчики и плюс ко всему я обрезаю вот такую а ободочек ножницами таким образом они становятся друг дружке их становится еще больше до 100 штук в этом ящике я хочу вам объяснить почему я и как я выращиваю цветы я выращиваю цветы с первым одним настоящим цветком вот у меня один настоящий цветочек идет и много много бутончиков на кустике примерно как рассаду мы покупаем например помидорную рассаду мы не берем уже рассаду с помидорами или цветущую рассаду помидор мы берем так смотрим ага зеленый кустик мы его покупаем и сажаем и за весь сезон мы пользуемся плодами они у них нарастают мы кушаем помидоры также с цветами не надо брать кустик когда он пышный облепленный цветами нет нужно покупать так видите рекламный цветочек 1 и бутончиков много все купили посадили и он начинает расширяться и все лето радовать вас ну и так далее вот в этом ящике 100 100 стаканов в этом ящике у меня сидит бегоня здесь как на примере здесь 25 стаканов это невыгодно если я сажать буду туда питунью или бархатку или львиный зев или вербену цена остается прежней уже в течение 10-15 лет цена не поднимается на цветок цены растут растут цены на семена она сам цветок цены на рынке нет что я хочу еще вам подсказать какой метод пересадки цветка какой метод пересадки цветка самый правильный вот у нас питунья видите в таком вот 700 граммовом стаканчики она уже видите у меня набрала куст мощный бутоны набрала первый цветочек распустился я ее сажал 10 декабря два раза я ее перепикировал сначала она у меня сидела вот в таком стаканчики 500 граммовом после этого я как увидел что и тесновато я пересадил в такой вот 700 граммовый стаканчик здесь она еще лучше на сформировала кустик теперь ее необходимо мы видим что ей уже тесно большой стакан что для этого надо надо выбрать вот такую кашпо емкость побольше хотя бы в два раза или в три раза потому что корневая система у нее уже достаточно сильно развита что необходимо сделать нужно сейчас мы с вами пойдем ее пересадим сейчас насыпем земли я вам расскажу как правильно ее пересадить вот обратите внимание эту петунию мы будем сейчас с вами пересаживать мы взяли кашпо взяли саму петунию выбиваем аккуратненько ее из стаканчика и обращаем внимание на корневую систему видите как заплелась она бедненькая закрутилась запуталась это у нас получается как мы в детстве делали паски вот в песочнице это получается паска здесь она корневая система полностью за закрутилась запуталась корнями видите сплелась вся что нужно сделать это знаете как если вот сравнить с человеком я один раз видел человека который два месяца не снимал шапку когда он эту шапку снял это было что-то все волосы у него запутались я попытался его расчесать у меня ничего не получилось вот так же с вот этим кустиком корневая система запуталась ее нужно распутать но здесь обращаю ваше внимание что здесь очень нежные корешки нам нужно при пересадке при перевалке нам необходимо слегка нарушить эту пасочку таким образом мы берем нажимаем вот так вот где-то хрустнуло где-то ничего ничего страшного нам надо ее размять слегка чтобы корневая система начала моментально заполнять весь все это пространство горшка если вы сажаете в грунт непосредственно в землю то также делайте это с корневой системой потому что чем быстрее она пойдет расширяться по сторонам корневая система тем быстрее примется потому что ветер все вот это бывает у природы что может просто повалять кустик и кустик не успеет зацепиться корнями уйти в пространство заполнить таким образом потому что у цветочка очень быстрая жизнь у нее у него примерно 5-6 месяцев если повезет это у нас однолетняя петуни и она очень быстро развивается все достаточно можно вот так чуть-чуть ее таким образом растребушить после этого мы устанавливаем ее обязательно по центру подсыпаем землей со всех сторон земля при этом должна быть очень хороший у нас я делаю сам ее в ней растет также травка она состоит у меня из торфа из листовой земли из веточек палочек самое главное чтоб кустик не шатался также не засыпайте центр растения но его не необходимо обязательно чуть-чуть углубить чтоб он не валялся иначе ветер может сломать кустик вот по центру он стоит немножечко немножечко надо обязательно вдавить вдавить аккуратненько и все смотрите кустик не шатается все здесь для полива есть у нас место мы его сейчас польем и он будет расти и цвести он заполнит это пространство и после в мае месяце где-то в середине мая мы можем еще пересадить последний раз или в грунт или еще больше кашпот желаю вам друзья на этом удачи всего вам доброго подписывайтесь ставьте лайки будет дальше интересней цветочек только первые будут распускаться следующие бутоны ну и так далее кстати после пересадки обязательно я сейчас ее пролью можно даже сейчас это произвести вот у меня здесь вот такая вот леечка друзья с таким вот с перчаточкой здесь резиночкой обтянул чтобы она не слетала это чтобы сильно не размывала почву и вот так по кругу мы проливаем наш контейнер кстати можно поливать по-разному это я вам показал такой что сверху можно пролить а также можно было пролить при пересадке саму корневую систему и просыпать уже влажной землей и таким образом лучше примется но я знаю что и таким образом лучше примется так что два метода есть сейчас водичка впитается и растение вновь начнет нас радовать своим цветением пышным и расширяться по сторонам кустик вот этот кустик тоже надо сейчас пересадить он уже весь стоит на бутонах первый цветок показал какой будет цвет куста его тоже необходимо пересаживать что еще нужно знать при пересадке можно оборвать вот этот первый лист ой первый цветочек он как бы не нужен следующий цветок будет появляться через несколько дней они идут друг за дружкой то есть сама корневая системы сам кустик работает сейчас на вот этот цветок потом он будет работать на формирование семенной коробочки то есть сейчас кустик напрягается по идее он работает но не на износ но в два раза больше при пересадке можно его удалить или знаете вот как принялось растение удалите или перед пересадкой можно оборвать цветочек таким образом растению станет легче приниматься желаю вам друзья на этом удачи всего вам